шаги. А потом пришла Людмила Лоскутова, профессиональный педагог, профессиональный педагог. У нее немножко был пониже вслух, пониже вслух. За нее поставили. Она обеспечивала правильную политику. Женщина была очень умная, мягкая, добрая, руководила. Ну, к журналистике она не имела никакого отношения. Она была очень тактично. Пришла и не стала указывать правильно тому, что писатель. Был отдел очень опытный, все были, понимаете, в общем, да, такие все крутые, сильно писали. А она все это дело просто следила, вовремя получала зарплату, раздавали там зарплату, политическую линию. Следующий товарищ у нас. Это встреча с, вот здесь, вот театр именики и жестов, да, Лоскутовым, вот там он дальше. А это Славина вот сидит, молодая. Славина здесь сидит. Вот, пожалуйста, Славина. Она у нас сейчас сидит, да, и вот она, молодая у нас Славина. Сидим, вторая. Семьдесят первый год. Тридцать семь лет прошло. Следующий, пожалуйста. Вот журнал в таком виде выпускался. Это пятьдесят лет ВОК, дорогие друзья. Семьдесят шестой год. Глухи учили о-р-р-р-р-р-р. И вот, пожалуйста, развивались, чтобы все вошли. Знаменитый журналист Илья Гитлец. Крепкий, сильный, грамотный товарищ. Любил проводить круглые столы, приглашал чуть ли не академиков. Проблемы с аппаратами Сурда, техника, все это решалось, плохо, хорошо, артикуляция. Очень был гибкий человек, очень. Слышащий человек, что делает? Он должен защищать интересы глухих. Это его слова. Непременно кто работает вместе с глухими. Да. Вообще было лишь в веселое время. Я удивляюсь, что вот там так жили. Потом, значит, он бросил журнал в 92-м году и открыл магазин. Герасим. Потрясающе. Да. И открыл, значит, вот там, что он продавал. Что жил он в ВПС, фаги. Там, значит, привозили там какие-то всякие изделия. А аппараты? Совершенно, правда. Нет, уже там что-то было. Он продавал, продавал, продавал. Ну, за год. Так, встаньте, пожалуйста, Годин и Олег Литвинский. Встаньте, пожалуйста, встаньте, пожалуйста. Есть, значит, у нас. Олег Литвинский, да? Олег Литвинский. Да. Олег Литвинский. Да. Стал работник. Он вообще учился в 30-й школе. Был умницей. Был там в каком-то кружке разбирался и занимался институтом, работой. И вдруг случайно попал в каком-то кружке. Глаз на него положили. Глаз на него положили. Будьте у нас. А он говорит, да зачем там вообще план? Я же в мире слышащих. Ему сказали, там, женил ребенок, а квартиры нету. Он понял сразу. И поступил на работу в ВООО. Он писал очень хорошие статьи. Я вот, когда читала, у него замечательный язык. Ну, тоже не задержался. Почему? Потому что был буслайн. Положил его буслайн. И увел его. Это журнал. А вот, 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 вот ты сам умный человек. Понимаешь, что у тебя там огромный путь, проблемы глухих заводов и т.д. и т.п. Надо, чтобы близиться в мир. Слышать, артикуляция там. Все-все-все-все-все-все. Но он изредка печатается до сих пор в нашем журнале. Спасибо вам огромное! Обратите внимание, а вот Леонид Годин. Он вообще... Что-то такое сейчас... 83-го года, да? 83? Сколько? А, 83-го сейчас года. Он до сих пор пишет у нас воспоминания, мемуары, спортивный. Тематику проводит, рубрику, экономику недавно вел. Человек добрейший, профессионал. Леон Гард. В 67-м году появился ведущий институт. МИИ института. Вот он там открыли технологии, да? Его там писали технологии. И вот Эмилия Леонгард. Очень там артикуляция, правильная учеба, совместные... МИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ